Слово шестое, о древе. От него ли Адам получил знание добра и зла? Люблю пост, потому что он, мать, смиренно мудрее, источник всякой мудрости. Люблю его и ради вас, и ради вашей любви, потому что он привел ко мне это священное и почтенное ваше собрание, и позволяет мне опять видеть любезные лица, дает возможность свободно насладиться этим прекрасным торжеством и празднеством. И действительно, не ошибется тот, кто назовет ваше собрание торжеством и праздником и великим благом. Если иной нередко избавляется от всякого уныния, пришедший на рынок и встретив одного друга, то как нам не освободиться от всякого уныния, когда мы приходим в церковь, а не на площадь, и встречаемся не с одним другом, а с такими и столь многими братьями и отцами? Как не получить полного удовольствия? И не по многолюдству только-то собрание лучших сборищ на рынке, но и по существу самой беседы. Собирающиеся на рынке и беседующие друг с другом часто разговаривают о бесполезных вещах, ведут пустые речи и говорят о том, что до них нисколько не касается. Большей части обыкновенно мы с особенным усердием занимаемся и рассуждаем о чужих делах. Я не буду теперь касаться того, как опасно и вредно говорить и слушать такие речи и увлекаться ими. Как часто и как много бурь поднималась в домах от таких собраний. Никто не будет спорить, что все это бесполезные, пустые и житейские разговоры, и что в таком собрании едва ли когда бывает речь о духовном. А здесь не так, а все наоборот. Отсюда издано всякое бесполезное слово, а введено всякое духовное научение. Мы беседуем и о нашей душе, и о благах, потребных для души, и о венцах, уготованных на небесах, и о славных житиях, о человеколюбии Божьем, и о промысле над Вселенной, и обо всем прочем, особенно близком нам, и о том, для чего мы созданы, какая постигнет нас участь в отшествии отсюда, и каково будет тогда наше состояние. И в этом собрании участвуем не мы одни, но и пророки, и апостолы, и, что всего важнее, среди нас находится Сам Владыка всего, Иисус. Он Сам говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. И если он находится там, где собрались двое или трое, то тем более присутствует там, где столько мужей, столько жен, столько отцов, где апостолы и пророки. Поэтому и мы, пользуясь помощью отсюда, говорим с большим усердием и спешим исполнить данное вам обещание. Прежде мы обещали сказать о древе. От него ли Адам получил знание добра и зла, или имел это знание еще до вкушения? Мы смело теперь можем сказать, что он имел это знание еще до вкушения. Если бы он не знал, что добро и что зло, то был бы неразумнее самых бессловесных, и господин был бы бессмысленнее рабов. Не странно ли представить себе, что коза и овцы знают, какая трава им полезна, какая вредна, и не бросается на все, что только увидит, но делает различие и ясно видит, что гибельно для них и что полезно. А человек не имеет такого спасительного знания. Если бы он не имел его, то ничего не стоил и был бы ничтоженнее всех. Гораздо лучше было для него жить во тьме, потерять зрение, лишиться света, чем не знать, что хорошо и что худо. Если отнимешь это у нашей жизни, то не спровергнешь всю нашу жизнь, и во всем произведешь большой беспорядок. Ведь в том и состоит отличие наше от бессловесных и превосходство наше над зверями, что мы видим порог и добродетель, знаем зло и не знаем добра. Если мы теперь знаем это и не только мы, но и скифы и варвары, то тем более знал этот человек тогда до грехопадения. Удостоенный таким преимуществом, как его создание по образу и подобию, и прочих благодеяний, он не мог быть лишен главного блага. Добра и зла не знают только те, которые по природе не имеют разума. А Адам обладал великой мудростью и мог распознавать то и другое. Что он исполнен был духовной мудрости? Смотри ее обнаружение. Привел, сказано, к нему Бог всех зверей, чтобы видеть, как он назовет их и какое имя даст им. Подумай, какой мудростью обладал тот, кто мог дать имена и притом собственные столь многим различным и разнообразным породам скотов, присмыкающихся и птиц. Сам Бог так принял это наречение имен, что не изменил их и даже после грехопадения. Не восхотел отменить название животных. Сказано, как нарек Адам им имя. Итак, он ли не знал, что добро и что зло? 759. Чем это сообразно? Опять. Когда Бог привел к нему жену, он увидел ее тотчас узнал, что она одной с ним природы. И что говорит? Вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. Так как незадолго перед тем Бог приводил к нему всех животных, то Адам, желая показать, что это живое существо не из числа их, то и сказал, вот ныне это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Некоторые говорят даже, что здесь он указывает не на это только, но и на самый способ создания. А что такое способ рождения для жены уже не повторится, он и говорит, вот ныне. Другой переводчик, объясняя это с большей тщательностью, сказал, это однажды. Говоря как бы, только теперь жена произошла от одного мужа, а потом этого уже не будет, но будет происходить от обоих. Из целого состава взята часть, создал таким образом, чтобы она во всем имела общение с мужем. Видишь, как дает и имя ей, то есть, что она, имя жены она речется, так как взята от мужа и указывала на общность природы. А указания на общность природы и самый способ создания служили бы основанием всегдашней любви и союзом единения. Затем он говорит, посему оставит человек отца своей и мать своей, прилепится к жене своей. Не сказал просто соединиться, но прилепится, означая этим самое тесное единение. И будет двое в одну плоть. Итак, знавший, сколько, столько, уже ли, скажи мне, не знал, что добро и что зло? С чем же это будет сообразно? Если он, Адам, не знал до вкушения от древа что добро и что зло, а узнал после вкушения, то, следовательно, грех был для него учителем мудрости. И змей был не обовстителем, а полезным советником, и зверя сделал его человеком. Но да не будет. Это не так. Нет. Если не знал, что добро и что зло, то как мог получить и заповедь? Не дают закона тому, кто не знает, что преступление есть зло. А Бог и закон дал, и наказал за преступление закона. Он не сделал бы ни того, ни другого, если бы не создал Адама вначале способным знать добродетель и порог. Видишь ли, как это всюду нам открывается, что не после вкушения от древа Адам узнал добро и зло, но знал это и ранее. Все это возлюбленное удержив в памяти и, возвратившись домой, предложим двоякую трапезу, одну из снеги и другую из слышанного. Муж пусть передает сказанное, а жена пусть учится. Пусть слушают и дети, да и домочадцы пусть не будут лишены этого поучения. Сделай твой дом церковью. Ты ведь отвечаешь за спасение детей и домочадцев. Как мы дадим отчет за вас, так и каждый из вас несет ответственность и за слугу, и за жену, и за сына. От таких разговоров и сновидения будут у нас самые приятные, чуждые всяких мечтаний, потому что обыкновенно, чем душа занята бывает во время дня, то представляется и во сне. И если мы будем сохранять в памяти, что говорится в церкви каждый день, то нам не потребуется большого труда. Тогда для вас яснее будет последующее поучение, и мы будем усерднее учить. И так, чтобы был какой-либо плод и вам, и нам, нам от учительства, вам от слушания. Пусть предлагается у вас вместе с телесной трапезой и духовной. Это послужит вам опорой и украшением. И дела настоящей жизни Бог устроит ко благу, и все для вас будет весьма удобно и легко. Ищите, говорит он, прежде царства небесного, и все себе приложится вам. Будем же, возлюбленные, искать его, чтобы получить нам и здешнее, и тамошнее благо. Благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь.